Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Людмила и мы готовим на термонисе. Сегодня мы с вами приготовим осные сырники. Поехали! Для этого нам понадобится сварить пшено. Пшено я уже промыла. Отправляем вариться пшено. У меня получилось 330 грамм пшена. Дальше мы должны добавить водички. Водички ровно два раза. Больше добавляем. Значит, у меня должно быть 660 грамм воды. Добавим немножко растительного масла. Буквально грамм 20. Пол чайной ложечки соли. Пол чайной ложечки соли туда. Закрываем крышечкой. И ставим сюда. Наша пшеная каша сварилась, настоялась. И теперь нам надо ее хорошенечко-хорошенечко взбить, чтобы она была в однородной пюрированной массе. Сейчас будет громко. Я включаю большую скорость. Давайте, наверное, ложкой лучше покажу, чтобы было понятнее. Вот такая вот однородная, прекрасная масса у нас получилась. Ну, падай вниз. Вот так. В эту массу мы с вами добавляем изюм. Пока варилась пшено, я его замочила. Он постоял минут 10 и сняла воду. Добавим муки. Для чего я закрыла крышечкой, чтобы она могла взвесить с вами. Добавим пол чайной ложечки соды. Добавим манной крупы. Сахар мы еще с вами не положили. Добавляем сахар. Ванильный. Теперь закрываем крышечкой. И добавляем сок лимона. Лимон просто, вот я выдавливаю вот так на крышечку. Давайте я немножко подниму. Сок лимона я просто вот так выдавливаю на крышечку. Если какая-то семечка упадет у меня, я ее смогу взять, собрать с крышки, чтобы... О, в данный момент. Пала семечка, чтобы она не попала в тесто, иначе будет тесто горчить. Теперь я возьму салфетку и просто вытру наши семечки. Где моя салфетка? Вот так. Соберу наши семечки, уберу их отсюда. А тесто нам надо все перемешать. Я ставлю ножи в обратную сторону и включаю на перемес тесто. Лопаточкой могу сверху помочь. Ставим колосок буквально на 2 минуточки. Наше тесто замесилось. Посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот такое густое. Достаточно густое тесто. Теперь мы отправляемся на кухню жарить. Мы можем с вами формировать вот так. Свернячки. И ложим на разогретую сковородку. Руки осмачиваем муку. Ой, сначала водичку, простите. Вот такие сырнички у нас с вами получились. Они очень вкусные и действительно напоминают вкус настоящий сырник из сыра. А я вам желаю хороших рецептов и вдохновения готовить. Приятного аппетита. Я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до свидания. До следующего видеоролика. Пока.